Полно вам, люди, с себя сквернять Недозволенной пищей, о виде. Сейчас повсеместно говорят о том, как приготовить нечто вкусное, необычное, экзотическое. Совершенно игнорирую о том, а полезно ли это будет для нашего с вами здоровья. Главное вкусно поесть. Мы с вами будем говорить о том, как приготовить вкусное, а главное целебное блюдо, съем которое, мы не только получим вкусовые ощущения, но также увеличим жизненный потенциал организма, укрепим свое здоровье и даже исцелимся от некоторых заболеваний. В эфире программа «Целебная кулинария» и ее ведущий Геннадий Малахов. Сегодня мы поговорим на целебной кулинарии о таком распространенном овоще, как огурец. И узнаем, а в чем его заключаются полезные свойства. И вы знаете, еще древние указывали, что лучший огурец, это огурец, выращенный в поле. Вкус его сладкий и вяжущий, указывали они. Свойства холодны и влажны во второй степени. Что это значит? Это значит, что лучше все-таки его есть в теплое время года. Но тем не менее, он и полезен будет, особенно в сок и прохладное время года. Действие, значит, его на жизненные принципы таково. Он увеличивает слизь, уменьшает ветер и желчь. И, кстати, древние говорили, что он вылечивает кашель, который возникает вследствие жара. То есть, он его усмиряет. Действительно, есть кашель от жара. Так вот, чтобы его убрать, надо, естественно, охладить организм. И вывести вот эти все эти токсины, которые от него возникают. Значит, он уменьшает жар, мы уже знаем, выводит желтую желчь, сделает обильную мочу и помогает при язвах почек и мочевого узыря. Вот так вот, древние указали. Все это происходит по той причине, что вред содержит большое количество структурированной воды. Но из-за этого он сильно охлаждает организм, что может привести к холодной форме лихорадки. Его вредное действие устраняет мед. Богатый состав микроэлементов делает огурец незаменимым в питании больных с сахарным диабетом. Поэтому больные с сахарным диабетом второго типа берите это на заметку. Соотношение солей, макро и микроэлементов в огурцах особо благоприятное для восстановления нарушенной деятельности сердечно-сосудистой системы и баланса натрия и калия в организме. Это очень важно. О чем это говорит? Если больше в организме натрия, то организм накапливается в воду. Он оплывает, возникают отеки. Если слишком много калия, то вместе с ним выводится натрий, выводится вода и может быть чрезмерная сухость в организме. Поэтому огурец как раз способствует тому, что он вот этот важный баланс держит в норме. А сейчас мы с вами поговорим о соке огурца. Его отжимают всегда, когда есть свежие огурцы. Конечно, лучше все это делать в теплое время огурца, но тем не менее, можно и сейчас. Огурцы, как мы уже знаем, являются лучшим мочегонным средством. Он улучшает аппетит, обладает желчегонным, слабительным действием, способствует растворению, что немаловажно, мочекислых солей. Потому что огурец очень хорошо ощелачивает наш организм. А когда слишком много человек потребляет мясных продуктов, наоборот, происходит закисление и начинает попадать кристаллы. И чем их растворить? И оказывается, лучше, чем щелочной сок огурца, ничего не придумано. А благодаря тому, что в нем слишком много кремния и серы, он улучшает рост волос и ногтей. Делает более здоровой и красивой нашу с вами кожу. В огурцах содержится много калия, натрия, кальция, фосфора и хлора. Итак, потребление смеси огуречного и морковного сока благоприятно влияет при заболеваниях, которые являются следствием задержания в организме мочевой кислоты. А их очень много. Начиная от подагры и кончая отложением этих камушков мочекислых и в почках. И знаете, кристаллики могут даже быть в сердечной мышце. Итак, мы с вами сделаем простейший сок. Возьмем огурец, возьмем морковочку и сделаем сачок. Итак, включаем. У нас с вами получился морковно-огуречный сок. Вот он какой. Сейчас попробуем. Значит, пропорция какая его может быть? Так как огуречный сок, ну, довольно-таки слабенький, послевоздействие на организм, то его можно сделать один к одному с морковным соком. Вот у нас получился морковно-огуречный сок. Ну, для того, чтобы усилить его действие, мы с вами к нему можем добавить свекольного сока. И действие его намного усилится. Но, тогда пропорция, смотрите, если мы берем морковный сок и сок огуречный, можно брать пропорцию один к одному, то если мы берем свеклу еще, то пропорция должна меняться. А именно, одна часть свекольного сока должна приходиться на 5-6 частей морковно-огуречного сока. Потому что свекольный сок, он очень сильный. Но зато, когда мы его прибавляем к этому соку, он значительно ускоряет оздоровительный процесс. Итак, прибавляем. Вот, у нас получилась совершенно иная пропорция и сок по силе. Этот сок более будет лучше, более мощнее действует на организм. Вот, попробуем его. Но пить его надо осторожно. Начните всего лишь навсего с одного глоточка. Посмотрите, как его усваивает ваш организм. Нет ли никаких отклонений, потому что, ну, сильные реакции бывают. И дальше тогда потихонечку добавляете. И у вас все будет получаться. Великолепный сок получился. Потому что пропорцию я подобрал правильно. И, кстати, высокое содержание калия в огурцах делает их очень ценным средством при повышенном и пониженном давлении крови. Огуречный сок также благотворно влияет при заболеваниях зубов и десен. Кстати, я уже несколько раз рассказывал, что такое вообще сок. Само по себе любое растение, как и наш организм, защищается от воздействия вредных грибков и микробов иммунитетом. Этот иммунитет имеется в нашей крови, что немаловажно. Так вот, в соке любого растения содержатся вещества, которые подавляют жизнедеятельность любых бактерий и грибков. Если бы этого не было, то что бы получалось? Грибки и бактерии бы его сразу же сожрали, а так нет. И когда мы пьем этот сок, то мы с вами укрепляем свой собственный иммунитет. Это очень и очень хорошо. Хорошие результаты при регулярном употреблении огуречного сока в сочетании с сока морковки и салата наблюдаются при многих кожных заболеваниях. А почему это происходит, можно спросить? Да потому что кожа, когда у нас не справляется кишечник и почки, начинает кожа работать как орган, выводящий различные шлаки из организма. И естественно, так как кожа к ним не приспособлена, она начинает страдать. И у нас начинают возникать различные заболевания. Кстати, давайте сделаем сок из салатика, зеленый салат у нас есть в листочке. Листовой шпинат, конечно, отдавится, сок с него получается, но не так, как хотелось бы. Конечно, лучше всего такая соковыжималка работает с такими вот водянистыми овощами. Итак, мы с вами берем, нарезаем, вот, салат, листья салата включаем. Салат, листья салат, листья салат. Итак, мы с вами сделали теперь смесь соков морковка, огурцы и салат. Пробуем. Так как эти соки очень сильно ощелачивают наш организм, то как раз они растворяют вредные кислоты, способствуют их больше и лучше выведению из организма. У нас просто-напросто, знаете, получается структурированная вода, щелочная по своим свойствам, которая хорошо растворяет вредные отложения, быстренько выводит их из организма, и за счет этого наша кожа получает передышку и начинает восстанавливаться. В результате многие кожные заболевания проходят, потому что они вызваны именно тем, что наш организм перестал нормально работать. Кстати, а вот сок огурца с медом, его можно использовать при различных заболеваниях верхних дыхательных путей. При этом употребляют по 2-3 столовые ложки 3 раза в день. Давайте сделаем и этот сок. Мы с вами просто-напросто берем огурчик, ослабоним кружечку, берем огурчик, выдавливаем с него сок. Вот у нас получился сок. Теперь добавляем сюда мед. Мед добавляем по вкусу. Слишком много не надо, но тем не менее. Вот. Размешиваем. Я думаю, получается такая хорошая, приятная жидкость, обладающая таким красивым вкусом, что ее будут охотно пить и взрослые, и дети, и пожилые люди, и получать только облегчение. При этом простудные заболевания у них будут отступать, что немаловажно. И, кстати, он оказывает выраженное бактерицидное действие, потому что мы сюда добавили мед. Пробуем. О-о-о! Отлично! Отлично! Кстати, великолепный вкус. И важно отметить, что такой сок еще улучшает память. Он препятствует развитию атеросклероза, успокаивает и укрепляет нервную систему, сохраняет свежесть и тонус кожи. За счет чего он все это делает? А за счет того, что сразу же структурированная жидкость, которая здесь имеется, быстренько поступает к нам в кровяное русло, она очищает печень, она очищает почки, она делает желчь более текучей, и, естественно, идя по сосудистому руслу, она начинает его промывать, растворять различные отложения и вымывать их быстренько из организма. Вот, поэтому у нас улучшается проницаемость, вернее, доставление крови к головному мозгу, а раз кровь хорошо поступает к головному мозгу, у нас исчезает старческое слабоумие. И важно отметить, я уже до этого говорил, что действие огуречного сока, он сам по себе, видите, зелененький, а зелененький сок, вообще зеленый цвет, способствует тому, что он успокаивает, снимает различные воспаления. В сочетании с другими соками он усиливает свое воздействие, то есть становится более сильным, более мощным. Например, его можно пить с яблоками. И сейчас мы с вами сделаем яблочно-огуречный сок. Здесь примерно пропорция должна быть такая. Можно пополам на пополам, а можно один к двум. То есть две части сока яблок и одна часть сока огурца. И получится, я думаю, очень вкусный у нас с вами сок. Итак, делаем этот сок. Опять мы с вами ставим. У нас это уже сок огурца есть. Теперь мы сюда добавляем только яблоки. И попробуем, что у нас получилось за смесь. Я в основном чаще всего использую морковный сок в качестве основы, яблочный сок в качестве основы. Вот добавляю к ним сок свеклы. А вот с огуречным соком я практически не работал. И мне сейчас очень интересно, а какого вкуса у нас получится сок. И смотрите, пенка. Пенка у нас как раз такая зелененькая. Это говорит о том, что здесь вещества еще не успели окислиться. Такие как железо биологически активное и другие. Поэтому его надо пить сразу же. Итак, пробуем. Вы знаете, я много соков пробовал, но вот это действительно получается какой-то божественный на вкус. Здесь имеется небольшая такая кислинка. Здесь появилась сладость. И вот такой сок будет наш организм увлажнять, промывать, снабжать ферментами и оздоравливать. Очень хорошо его использовать, этот сок, яблочно-огуречный, во время разрусочных дней. Людям, которые желают сбросить лишние килограммы и при этом не быть ущемленными в питании. Получается вкусный, сытный сок, который способствует тому, что человек начинает стройнить и оздоравливаться. Этот сок способствует выделению избытка натериоза организма вместе с мочой. Особенно он будет полезен при нарушении сократительной способности мышцы сердца. Поэтому вот такой сок надо будет пить по полстакана 2-3 раза в день перед едой. И ваше сердечко будет сильным. Его можно использовать, как я уже сказал, при заболеваниях сердечно-сосудистой системы, особенно печени, почек, также суставов, тех заболеваний, которые связаны с обменом веществ при ожирении, а также при гипертонии. Помогает этот сок огуречный и больным с зубными заболеваниями. Почему? Потому что в нем содержится легковосвояемый йод, который способствует, к тому же еще, в смысле не йод, а сок, способствует снижению уровня холестерина в крови. А если мы будем этот сок использовать с мякотью, то он еще дополнительно, при этом, смотрите, если мы будем использовать с мякотью, то надо пить 100 граммов этого сока натощак. Он будет естественным не только мочеводным средством, но будет полезен и при запорах. Смесь соков огурца, моркови и свеклы рекомендуется при желчи и почечнокаменных болезнях. При этом пить этот сок надо перед едой, как правило, в количестве не менее вот такого вот стаканчика, лучше всего, чтобы вы сначала привыкли, и в течение где-то как минимум 3-4 недель. Потому что начинается потихоньку растворение вот этих всех отложений, они растворяются не сразу, образовывались они в течение всей жизни у нас, и хотим их растворить за какой-то месяц. Поэтому не спеша, начните хотя бы с одного стакана этого сока, вот, перед едой. Потом потихонечку дозировочку увеличивайте и попейте в течение месяцев-трех. И уверяю вас, что у вас наладится имен веществ. Если была какая-то предпосылка к сахарному диабету, то она обязательно уйдет, поджелудочная железа у вас укрепится, кожа очистится, и нормализуется обмен веществ. То есть вы станете страннее. Все программы на ТВ рассказывают о вкусной и бесполезной, а то и вредной для здоровья кулинарии. Только наша программа рассказывает о полезных свойствах продуктов и целебной кухни. Пишите нам, присылайте свои рецепты, рассказывайте о том, как они вам помогли исцелиться. И помните заповедь древних врачевателей. Пусть лекарством будет пища, а пища лекарством. С вами была целебная кулинария. До новых встреч! Со второй половины 2010 года я самостоятельно издаю интернет-газету «Малаха-про». Ее главная цель – помочь всем желающим в освоении здорового образа жизни. Здесь теория и практика самоздоровления, обсуждение и разбор народных методов лечения, ответы на вопросы и многое-многое важное, полезное и нужное. В заключении замечу, сейчас куча врачей, больниц, лекарств, а люди стали болеть еще больше, если не сказать повально. И все из-за того, что ничего не хотят знать о собственном здоровье, как его сохранять с помощью простых, общедоступных методов. А в интернет-газете «Малаха-про» об этом рассказываю я простым и понятным языком. Доброго вам здоровьица! Продолжение следует...